Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Ольга Даранова. Хочу представить вам только что вышедший из печати сборник «Симбирская пристань». Это сборник поэзии и прозы ульяновских писателей, членов Ульяновского регионального отделения Союза писателей России. Вот такое символичное название «Симбирская пристань». Оно символизирует Волгу и причал, который объединяет все 46 ныне здравствующих поэтов и прозаиков Ульяновской области, членов региональной писательской организации. Это люди разных возрастов, профессий, творческих увлечений, но у них свой особенный творческий почерк, своя тема, свое мировосприятие, но, пожалуй, объединяет всех любовь к своей земле, к своей малой родине, к литературе, к родному русскому слову, к творчеству. Я тогда учился на третьем курсе филфака. У нас городок небольшой, всего-то несколько сотен тысяч жителей. Газеты, дай бог, с десяток штук. Все журналисты знают друг друга, как облупленных. Ты пиши в любом случае. Примут, не примут, вопрос второй. Главное, чтобы к концу пятого курса у тебя было хотя бы с пяток другой публикации. На работу тогда точно устроишься, советовал мне мой дядька, который хоть и приходился мне седьмой водой на киселе, однако помогал нам с мамой частенько. Он уже пенсионерствовал, это его любимое словечко, но в свое время лет 20 отпахал на ниве местной журналистики. Я к его советам привык прислушиваться. И, как сейчас помню, в середине мая 2012 года пришел в редакцию газеты «Городской пульс». Название для СМИ дурацкое, но люди в пульсе оказались хорошие. Редакторша приняла меня сразу, покивала головой и говорит «Пишите, Леша, пишите. Любая городская тема нам интересна, а вообще легче всего начать с какой-нибудь хорошей истории. Найдите человека поинтереснее и побеседуйте с ним. У нас есть рубрика «Город и горожане». Вот там ваши опусы опубликуем, если, конечно, напишете достойно. Вот с этой редакторской установки на добро все и началось. Я три дня раздумывала над тем, где бы найти этого самого интересного человека. Хотел сначала даже о дядьке своем написать. Вот, мол, оксакал журналистики, вот с кем он встречался и у кого брал интервью. Но тут случилась среда. Я вспомнил, что нужно готовиться к практикуму по литературе и поскакал в университет, чтобы занять тетрадку с лекциями у Машки второй группы. Скакать пришлось на трамвае, который поворачивает возле известной на весь город Кирхи. И вот тогда-то из вагонного окна я впервые увидела Джан Джагву, большого бородача, похожего на Будулла из фильма про цыгана. В руках он держал обычную метлу и медленно рисовал ею по асфальту. Я не шучу, он точно рисовал, а не под металл. И тут пазлы сложились. Известная Кирха, колоритный бородач, которому наверняка есть что рассказать. Почему бы и нет? Я слез на следующей остановке, напрочь забыв о Машке и ее тетрадке, и поспешил назад к литеранской церкви. Я встречался с ним всего один раз, до того, как он снова прыгнул. Дворником Виктор стал всего-то шесть месяцев назад. Из трамвайного окна мне показалось, что ему за 50, а на самом деле ему совсем недавно исполнится 41. Когда мы зашли в его полуподвальчик с Акирхой, я замер, разглядывая стены. Они были увешаны рисунками и картинами, выполненными маслом и карандашом самых различных размеров, в рамках и без. Ваши я показал на рисунке. Он обвел глазами странных животных, больших стрекоз с миллионами глаз, вытянутые вверх здания, каких-то веселых, немного карикатурных девчонок, прыгающих через резиночки. И бог весть, что еще. Всего за один раз разглядеть было невозможно. Затем медленно кивнул, и мы пошли дальше. Я не сразу догадался, что Джанчгава не просто сохранил здесь метлу с лопатой. Он тут жил. Мы уселись для беседы на жесткой кровати, которой был придвинут темный деревянный столик. Больше никакой мебели в комнатушке я не увидел. Дневной свет проникал сюда из узкого прямоугольного окна, иногда заслоняемого тенями идущих людей. Оно находилось на уровне колен прохожих. На улице я с ним перебросился буквально парой слов. Мол, вот я начинающий журналист, хотел бы побеседовать о нем, о городе, о кирхе. Бородач пожал плечами и попросил меня подождать пять минут, пока он дометет тротуар. Я обрадовался, так как не ожидал, что мой новый знакомец так быстро согласится. Теперь же мы сидели в его комнатушке, диктофон в сотовом записывал, и я испуганно перебирал в голове возможные вопросы, с которых журналист-профи начал бы интервью. Но дворник заговорил сам, и во время этой беседы как-то забыл, что именно я беру интервью. Вот скажи мне, Леша, есть у тебя родители? Есть? Живы? Вот и хорошо. Дай бог им здоровья. И дом у тебя есть, и школа, куда ты ходил лет десять. Конечно, по одному и тому же маршруту, через какие-нибудь два двора, по тротуару, через парк, затем по зебре или на светофоре, через перекресток, потом парадное крыльцо с четырьмя бетонными ступеньками, одни и те же лица школьных друзей и врагов. И после университет, да, катаешься туда-сюда пять раз в неделю, так? Бородач смотрел на меня и улыбался. Я кивал, чувствуя себя немного не своей тарелки. Все-таки задавать вопросы должен был я. Да и вопросы были какие-то странные. К чему-то он ведет, подводит. Я это к тому, словно читай мои мысли, продолжает Жанжгава, что мы не выбираем. Вот родился ты в определенной семье или городе, и тут уж хочешь не хочешь, но никуда не денешься. Это ладно, но ведь многие люди в остальном такой же подход исповедуют. Поступили в школу, так в ней с первого до последнего класса и держатся. С работой так же, квартирой, магазинами, друзьями, так ведь? А вы, я осторожно подбирал слова. У вас по-другому? Да, уверенно кивнул Бородач. Я стараюсь это переломить. Я родился в Поти, это в Грузии. Там тепло, берег Черного моря. Моя семья переехала в Россию, когда мне было семь. У меня осталось от того времени несколько ярких вспоминаний. В порту жила трехногая собака-волна, обычная дворняга, каких сотни, особенно в небольших городах. Я ее обожал. Не знаю, почему, но я часто оставался один, мы ведь жили недалеко от портовой зоны. Я любил сидеть на пирсе, который острым концом выдавался далеко в море. Волна лежала рядом, и мы смотрели, как солнце медленно уходит за горизонт. Сзади колыхались небольшие баржи и лодки. Моя рука гладила теплую шерсть дворняги, и счастливее нас не было никого. А потом ее убили. Не знаю, как это произошло. Я нашел черное тельце внизу на старом причале. Мне было всего семь лет. Я пытался поднять черную проломленную голову. Мне все казалось, что ее хвост сейчас вздрогнет и привычно забьется о землю от радости, что я пришел. Я бы тогда заплакал, поцеловал ее черный нос, поднял ладонями смешные длинные уши. А потом мы оба пошли бы на наш остроконечный пирс и снова ждали бы, пока солнце скроется в море. Но волна лежала, чуть обнажив зубы, и от нее уже начинала пахнуть. Тогда я оставил собаку у старого причала и пошел смотреть закат один. О том, что ее можно и нужно похоронить, я не думал. Я сел на теплые доски, свесив ноги к темной вечерней воде, увидел привычно кровавую красную дорожку, проложенную в волнах заходящим солнцем, и прыгнул. Впервые. Я тогда еще не знал, не понимал, что произошло. Очнулся я дома в кровати, рядом отец и мама. Все выглядело так, словно ничего не случилось. Или родители сделали вид, что все нормально. Но в действительности так и было, все нормально. Я прыгнул, и мы уехали из Поти буквально через неделю, хотя до этого никто и не думал оттуда уезжать. Здесь представлено творчество как зрелых мастеров, опытных, прошедших войну, ветеранов, так и молодых людей, которые представляют новую литературу. Но тем и интересен этот сборник, что вот такая разнообразная, обширная палитра, разноголосая палитра творчества. Детсад. Это время я помню лучше. Мы переехали из Поти в Подмосковье. Здание было одноэтажным, грязно-желтого цвета. Не знаю, помните ли вы тот запах, который и сейчас, наверное, встречают те, кто заходит в детские сады. Невыносимый запах какао в граненых стаканах с запекшейся коричневатой пенкой на стенках. Иногда запах запеканки и чуть подгоревшей каши. О, боги, боги мои, я даже вспоминать об этом не могу без содрогания. А еще небольшие шкафчики со злыми мордочками мультяшных зверей. У нашей воспитательницы, милосердная память стерла ее имя, была привычка не пускать детей в туалет во время тихого часа. На самом деле спать мы должны были часа по два, и где-то к половине этого срока мочевой пузырь начинал переполняться. Что-то внизу давило все сильнее и сильнее, но я, как и еще 14 таких же мучеников, лежал и не смел пошевелиться. Многие не выдерживали, особенно девчонки, и продолжали отдыхать на мокрых простынях. А затем воспитательница выстраивала детей в ряд, и каждому в группе демонстрировала позорную простынь провинившегося. Однако прыгнул я далеко не сразу, лишь через несколько месяцев в конце весны. Все дорожки, горки, лазилки подсохли, и нас чаще стали выводить на прогулку. У меня было любимое место – угол деревянной беседки, где грели свои красные и черные тельцы муравьи и солдатики. Я садился на корточки и наблюдал за их таинственной работой. В тот день ко мне присоединились еще двое мальчишек – Мишка и Вовка. Они посидели со мной минуты две, а затем Мишка встал и принялся ногой в дырчатой сандалии давить обитателей угла. Несколько секунд, замерев, я смотрел, как разбегаются те, кто остался в живых, а затем встал и ударил обидчика в лицо. Влепил я ему порядочно, крикаю слез до небес. Воспитатель схватила меня за руку и отвела в группу, где под надзором практикантки я должен был стоять в углу долго-долго, пока не осознаю всю меру и тяжесть своей вины. Сверху над моим углом висели полупрозрачные шторы светло-синего цвета. Из открытой форточки дул легкий ветер, играющий за навеской. Ее уголок то и дело касался моей головы, словно успокаивая. Слева на потертых обоях было рваное пятно, похожее на черепаху. Четыре неуклюжих толстых ножки и вытянутая на той каше и голова. Я вообразил, что черепаха ожила, тут же сел на ее панцирь и мы с ним пустились в долгое плавание с приключениями, островами, затонувшими кораблями и кладами. И тут что-то срослось и сложилось. Ощущение горькой обиды и потери, ласковое прикосновение за навески, манящий силуэт черепахи и острое желание уйти. И я снова прыгнул. На этот раз более осознанно, с постепенным пониманием того, что последует дальше. Когда я вернулся, почти ничего не изменилось. Лишь голова моего гида-черепахи смотрела теперь в другую сторону. Из-за навески стали чуть светлее, чем были до прыжка. Через четыре дня родители перевели меня в другой садик. Ты думаешь, Леша, я сам себе не задавал этот вопрос? Что значит прыгнуть? А хрен знает. Вот честно, да, русский язык богат, да, заблуждается тот, кто уверяет, что якобы есть такое, чего нельзя выразить словами. Но есть, правда? Я могу описать прыжок только так, как рассказал о нем выше. Хорошо, хорошо, приведу еще пример. В школе я научился рисовать. Наша классуха Вера Федоровна, крошечная женщина со сморщенным, похожим на детский кулачок лицом, заметила мои изрисованные поля в тетрадках. Вместо того, чтобы изругать меня и выставить мои каракули перед всем классом, как белые простыни с еще не просохшими желтыми пятнами мочи, она встретилась с моей мамой и посоветовала записать меня в детскую школу искусств. Классуха сделала это зря, потому что об учебе я тогда почти забыла. Меня захватил белый альбомный лист и карандашил с красками. Я и теперь не могу прожить ни дня, чтобы не нарисовать хоть что-нибудь. Ведь это потрясающе. Вот еще буквально секунду назад ничего нет, совсем ничего. И вдруг ты видишь там, за дрожащей пеленой бумажной границы, нечто иное, какую-то другую жизнь, других существ, удивительное прекрасное место, куда тебе хочется всем сердцем. Ты чувствуешь, что именно там родное, твое. Те нездешние законы и правила – это твои правила. И чтобы хоть немного развеять тоску, разорвать бумажную пелену, скрывающую родной мир, ты просто переносишь все увиденное на бумагу. Думаешь, Алексей, что я несу романтический бред, символическую мистическую труху? Ведь ты филолог, тебе так и полагается думать. Но я говорю, что видел и чувствовал, говорю, как было и есть. Вообще-то школа мне нравилась, поэтому прыгнула я только в восьмом классе. Я тогда влюбился сразу в двух девчонок и начал по очереди ухаживать за ними. Одну звали Ирина. Она сидела на уроках прямо передо мной, и ее толстая каштановая коса то и дело прыгала по красивым плечам, когда та вертела головой. А вертела она ей часто. Любопытная была девчура. Другую все звали Катеринкой. Она училась в параллельном классе, уже красила губы, ресницы и считала себя взрослее остальных. Я ее полчетверти провожал до дома и даже два раза поцеловал в щеку. А потом мне вздумалось нарисовать Катькин портрет. До этого я переносила на альбомные листы разное, в основном то, что виделось мне сквозь бумажную границу. Я, кстати, до самого универа думала, что все художники так и рисуют, перекладывают на бумагу лишь то, что видят там. Когда начал рисовать Катеринку, почувствовал, будто куда-то провалился. Так и уснул вечером с карандашом в руке. Утром встал, посмотрел портрет, как портрет. Приношу в школу, на перемене дарю своей зазнобе. Она смотрит на него, а потом всучает мне обратно. Нарисовал свою Ирисову, вот ей и отнеси. Дорогие друзья, я приглашаю вас прочитать этот сборник. Откройте его. Для многих из вас это будет встреча со старыми добрыми друзьями, а кто-то узнает и новые имена. Найти эту книгу можно в отделе краеведческой литературы и библиографии Ульяновской областной научной библиотеки. А вы читали Симбирскую присты? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова